Решим несколько очень простых упражнений. Упражнение на малую теремоферму, даже не на малую теремоферму, а вообще на всякую делимость. Чтобы привыкнуть, разберем несколько простых упражнений. Произведение любых четырех подряд будущих чисел делится на 24. Произведение любых пяти подряд будущих чисел делится на 120. А в пятой степени минус 5А в кубе плюс 4А для любого целого числа А делится на 120. Пятая степень любого неправильного числа кончается на ту же цифру, что и само число. Ну а для любого целого числа А в пятой как минус А по-минус 10. М в пятой умножить на Н минус М умножить на Н в пятой всегда делится на 10. Ну вот давайте начнем с этих пяти очень простых упражнений. Смотрите. Вообще-то 24 это 4 футбол. Поэтому один из способов решения этой задачи А первой состоит в том, чтобы просто сказать, что если мы делим на 24, то мы получаем число сочетаний из Н плюс 3 по 4. Количество способов из Н плюс 3 предметов выберем 4. Это целое число. Ну, если вы с подозрением относитесь к числам сочетаний, тогда можно было так сказать. Тут у нас есть три подрядные числа. Н, Н плюс 1, Н плюс 2. Одно из них обязательно делится на 3. Среди любых трех подряд идущих целых чисел есть число делящихся на 3, чем 1 на 1. 24 это 3 умножить на 8. Значит, мы уже знаем, что делимость на 3 есть. Теперь провозьмем. Из этих четырех чисел обязательно какое-то одно делится на 4. Возьмем его. Ну, например, 1 на 1. Тогда вот это число четное, значит оно четное делится на 2, а это 4. Вместе делится на 8. Или, если прием вот это число, то тогда вот это будет четное, это делится на 8, ну и так далее. Для любого числа есть отличающиеся от него на 2 среди этих четырех чисел, которое делится на 2, и, соответственно, 2х4 это 8. Так. Смотрим сюда. Ну, во-первых, опять. 125 в треал. Поэтому, если разделим на 120, то получается число сочетаний из ген-мус 4 по 5. Это что целое. Но можно и так сказать, что 120 это 5 умножить на 24. Среди пяти подряд чисел е, деляющиеся на 5. А проявление первых четырех делится на 24. Идеально. Теперь смотрим на вот эту вот третью задачу. Ну, во-первых, как в любой такой задаче, всегда есть такой способ. Это 5 умножить на 3 умножить на 8. Проверяем всевозможные остатки отделения на 5. Остатки отделения на 3, остатки отделения на 8. Каждый раз вычисляем. Каждый раз будет делиться. Так все хорошо. Даже не 120, а вот чуть меньше вариантов проверяем. Но, есть и другой способ. Давайте разложим на множители. А умножить на а в четвертой степени минус 5а в квадрате плюс 4. Давайте думаем, что это такое. Это а умножить на а в квадрате минус 1 умножить на а в квадрате минус 4. Другими словами, это произведение чисел от а минус 2 до а плюс 2. А это в точности предыдущая задача. Понятно? Произведение 5 подряд идущих чисел делится на 5 подряд. Вообще, это надо запомнить. Когда у вас есть произведение нескольких подряд идущих чисел, ну, допустим, для квадратности его обозначают х в убывающей квадратной степени, в квадрате плюс снизу, то это произведение всегда делится на х в квадрате. Это просто свойство числа сочетаний. На самом деле, никакие эти с пятеркой, с четверкой нам совершенно не нужны. Это просто свойство числа сочетаний. Число сочетаний – это целое число. Отлично. Следующая задача еще более простая. А в пятой минус А делится на 10. Почему? Ну, потому что делится на 2. Ведь числа либо четные, либо нечетные, в любом случае, все хорошо. И делится на 5. Потому что А в пятой минус А делится на 5 – это просто малая терапия. Отлично. Следующее упражнение. Ну, смотрите. Выносим МН за скобку. Получается МН. А здесь М в четвертый минус Н в четвертый. Так, теперь выбираемся. Что такое число 30? 30 – это дважды, трижды и 5. Ну, с двойкой все очевидно. Потому что, если хоть одно из чисел МН четное, то уже делится. А если оба нечетные, то обязательно разница четная. Замечательно. С тройкой. Смотрите, опять-таки. Если хотя бы одно из чисел делится, то тогда все хорошо. А если не делится, то тогда помалой терапия фирма в квадрате будет остаток 1 при делении на 3. Ну, а в четвертой степени квадрат в квадрате тоже будет остаток 1. 1 минус 1 делится. Замечательно. С тройкой справится. С пятеркой ровно так же. Если хоть одно из чисел МН делится, то уже все. Если же оба не делятся, тогда здесь стоит по модуле 5 единица, потому что любой не делящийся в четвертой степени, 4 это 5 минус 1, это единица. И здесь стоит единица по модуле 5. 1 минус 1 это 0. Решим упражнение. Следующая порция упражнений такая. Если число К не делится ни на 2, ни на 3, то К в четвертой степени минус 1 делится на 240. Если К не делится ни на 2, ни на 3, ни на 5, то К в четвертой минус 1 делится на 240. Мне нравится это упражнение тем, что здесь написал 2 единицы числа. И вдруг К в четвертой тоже не так, как большая степень, дает делимость h на 240. Так, следующее упражнение. В кинудист числе написано, что это упражнение случайное. 2222 в степени 5555 плюс 5555 в степени 2222. Разделите, узнаете, какой остаток дает предлиния на 7. Следующее. 11 десятый минус 1 делится на 100. Следующая задача. Найдите множество таких целых чисел, что А в десятый плюс 1 делится на 10. Следующая задача. Докажите, что нет таких целых чисел B, у которых B в сотой степени плюс 1 делится на 10. Не бывает, чтобы сотая степень целого числа в сумме с единицей кончалась бы на 0. Так, еще одно упражнение. Пусть число N четное. Найдите наибольший общий делитель всех чисел вида А в степени N минус А, где А пробегает все множество целых чисел. Давайте на этом остановимся и подумаем, можем мы это решить или нет. Что такое 240? Это 5 умножить на 48. А 48 это 3 умножить на 16. Фактически у нас с вами 3 задачи. А числе 5, А числе 3 и А числе 16. А числе 5 это просто малая термина форма. Потому что 4 это 5 минус 1. Если K не делится на 5, то по малой термина форма K в четвертой минус 1 делится на 5. Отлично. Вот числе 3. Ну, в четвертой степени это квадрат квадрат. Поэтому даже K в квадрате будет сравнимо с единицей по модулю 3, но уж тем более K в четвертой. Замечательно. Значит, интересно разобраться с 16. Но это любимая из школы формулы. Смотрите. Это K в квадрате плюс 1 умножить на K в квадрате минус 1. А K в квадрате минус 1 это K плюс 1 умножить на K минус 1. Это число в любом случае четное. Потому что K нечетное, значит, нечетное квадрате нечетное. Это число четное. Эти числа тоже четные. Причем обязательно одно из них делится на 4. Потому что они отличаются ровно на двойку. И вот если, например, это не делится на 4, тогда это делится. И наоборот. Если это делится, то уже все хорошо. Итак, дважды, дважды два. Причем где-то есть еще одна двойка. Это как раз и есть наш 16. Отлично. Теперь разбираемся с этим. Ну, смотрите. Во-первых, конечно, наверное, начать надо с того, что разделить просто-напросто уголком на 1222 на 7. При этом частное меня не интересует. Я его так уж для порядка пишу. А вот остаток меня очень интересует. Остаток получился равным тройке. Значит, я могу вместо основания 2222 написать просто-напросто значит, вот так. Теперь здесь ничего не поделаешь. Опять придется. На самом деле, можно было сэкономить немножко. Смотрите. Я знаю, что 5600 делится. Поэтому можно вычесть, получим минус 45. Минус 45. Если еще прибавим 49, будет 4. Вот и все. Поэтому никакого деления нет. Мы это просто пишем 4. 4. В степени 2222. Стало значительно лучше. Хотя, с другой стороны, если вы попытаетесь прямо возводить в эту степень, то будет ресурс. Значит, наверное, разумно сделать так. Поделить 5555 с остатком на 6. Почему на 6? Потому что 3 в 6 степени сравнимо с единицей по-моему, плюс 7. Кстати, это легко. Потому что 555 делится на 3, а значит, 5550 делится на 6. Проще говоря, вверху достаточно написать написать. Здесь то же самое. 2222, если мы возьмем число 2220, то оно будет делиться на 6. Поэтому здесь пишем вот так. 3 в 5-й, я уже просто знаю, 3 в 4-й 81, 3 в 5-й это 243, 4 в квадрате это 16, 259, а 259 делится на 7, потому что это 210 плюс 49. Замечательно, получили ответ 0. оказывается, вот эта сумма делится на 7. Ответ следующая не случайно простая задача 11 в 10-й минус 1. Наверное, самый простой способ написать 11 это 10 плюс 1. и будем разлагать по биному Ньютона. Что такое биному Ньютона? Это 10 в десятку плюс число сочетания из 10 по 1 умножить на 10 в девятку. А нас же интересует остаток деления на число 100. Поэтому это все можно пропускать. Поэтому если нас интересует сравнение по мобору 100, то надо взять последнее это число сочетание из 10 по 9 умножить на 10, плюс 1 и минус 1. Плюс 1 и минус 1 это 0. Число сочетания из 10 по 9 это 10, 10 на 10 на 100 это 1 способ. другой способ я не знаю мне кажется что то что я сейчас рассказал самое простое другой способ это воспользоваться формулой разность десяток степени умножить на 10 умножить на 10 минус 1 умножить на а в 9 плюс а в 8 плюс а в 7 плюс а в 6 и так далее и так далее плюс а в 8 замечательно подставляем а в 9 подставляем а число 11 что в скобке кончается на 0 и еще один 0 будет делиться на 100 и так подставили 11 получили 10 умножить на 11 9 7 8 9 10 здесь 10 слагаем каждая кончается на 1 значит это кончается на 0 еще один 0 как раз получилось что делится на 100 отлично давайте смотреть дальше множество таких целых чисел что а в 10 плюс 1 делится на 10 вообще я знаю что а в 5 степени сравнимо с а вот это я точно знаю а в 5 степени сравнимо с а по мудру 10 ну потому что по мудру 2 очевидно а по мудру 5 это молодежь значит если я возьму а в десятости то это будет а в пятой умножить на а в пятой то есть это будет а в квадрат слушайте задача стала гораздо более понятной потому что в квадрат возводить я цифры умею смотрите что у меня бывает 2 из цифра не очень бывает 1 или то же самое 9 то есть минус единица по-моему 10 то же самое что 9 2 8 3 7 4 6 и бывает 5 каждую из них в квадрат 0 1 4 9 16 остаток 6 25 остаток 5 отлично когда после прибавления единицы число будет кончаться на 1 ответ задач это число сравнимое с тремя или 7 по модулю 10 это то же самое что число а движет z а сравнимое то ли с тройкой то ли с минус отлично теперь давайте посмотрим сюда нас просят доказать что не может сотая степень в сумме с единицей делиться на 10 мы можем конечно посмотреть на предыдущую задачу и в качестве а взять b в десяток и тогда мы сведем задачу вот почему не может десятая степень кончаться на тройку или семёнку а это я знаю дело в том что десятая степень это квадрат а квадрат никакого целого числа действительно не может кончаться и на тройку и на семёнку вот так что один способ мы это решили давайте однако решим эту задачу вот таким способом смотрите мы знаем что а в пятой и а то что то же самое что значит мы можем вместо б в сотой степени вот так по четвёрке каждый раз сбрасывать когда я могу заменить а в пятой на а фактически я уменьшил на четвёрку показательной степени и вот я могу много раз уменьшить и получиться что по модулю десять б в сотой плюс один это же то же самое смотрите я пишу здесь просто б в четвёртую плюс один потому что когда я буду сбрасывать в четвёрке то остановлюсь я именно в этот момент вот вот ну дальше можно сказать что даже вот надо всё всё равно надо говорить то есть надо взять вот эти числа все возвести в квадрате то есть четвёртая степень это квадрат квадрат здесь будет вот так шесть здесь будет один шесть и пять вот такие остатки в четвёртой степени и сказать что когда прибавляешь единицу то делимость на десять не бывает вот такой другой способ решения n четное число просят найти наибольший общий делитель всех чисел вида а в степени n минус а здесь чрезвычайно всё просто решается давайте подставим а минус единица в степени n минус минус 1 это вообще 2 2 когда n чрезвычайно число значит среди чисел вида а в степени минуса есть двойка а если там есть двойка то наибольшее общий делитель не может быть больше чем 2 с другой стороны все эти числа на 2 делится поэтому ответ 2 найдите остаток от деления двухтысячной степени числа 3 на 43 докажите что если число а не делится на 17 то а в восьмой минус 1 или а в восьмой плюс 1 делится на 17 то дальше задача которая мне кажется эстетически замечательной совершенно если взять произведение 61 степень числа m на число n и вычесть из этого произведения 61 степень числа n на число n то оказывается вы получите для любых m n число которое делится на 56 миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать заметьте здесь не такое же большое число все и шестьдесят а тут ужасно вот пожалуй пожалуй давайте решим эти потому что число более симпатичное начнем с совсем простой задачи три в степени две тысячи ну легко мы знаем что по малой теории формата три в сорок вторых это единица значит надо число две тысячи разделить с остатком на сорок два сколько это будет надо вычислить сто шестьдесят восемь получится три триста двадцать здесь и получается что три в двухтысячной это то же самое что три в двадцать шестую степень теперь интересный вопрос как быстро возвести число три в двадцать шестую степень не 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 Между прочим, на компьютере это очень часто нужно, потому что если умножать, 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 это долгая штука. Смотрите, что я могу сделать. Я могу написать числа 3, 9, 81, ну то есть это 3 в четвертой степени, да? Дальше я могу написать 3 в восьмой степени и 3 в шестнадцатой. И замечательная формула. 3 в двадцать шестой степени это 3 в шестнадцатой умножить на 3 в восьмой умножить на 3 в квадрате. То есть, конечно, все равно работать надо. Но, смотрите, когда у меня есть восемьдесят один, я вычитаю из него два раза сорок три, то есть восемьдесят шесть. И говорю, что это будет минус пять. Отлично. Помогу сорок три вечно. Теперь развожу в квадрат. Получается, что здесь у меня двадцать пять. Здесь у меня двадцать пять. И еще раз в квадрате. Ну, двадцать шесть в квадрате, я помню, результ это шестьсот двадцать. Значит, здесь я могу написать шестьсот двадцать пять умножить на двадцать пять и умножить на три в квадрате, то есть на девять. Заметьте, число уже стало намного меньше. Уже число вполне обозримое, но и здесь можно немножко... В принципе, какой? Я могу сорок три в любой момент вычесть. Ну, например, шестьдесят два минус сорок три, это будет девятнадцать. Поэтому на самом деле надо взять сто девяносто пять, умножить на двадцать пять и на девять. Ну, кстати, двадцать пять на десять я знаю, это двести пятьдесят. То есть это будет двадцать пять. Так, хорошо. Что еще можно сделать? Если я сорок три умножу на пять, то получу двести пятнадцать. Поэтому вот это вот число, это то же самое, что десять. Хорошо. И здесь то же самое. Все-таки я вычту то же самое число двести пятнадцать. И тогда здесь получу минус двадцать. Минус двадцать. Хорошо. Минус двести. Прибавляя еще двести пятнадцать, получаю где-то фантастик. Вот заметьте, без калькулятора. В книжке тоже пятнадцать. Да. У меня получился ответ такой же, как в книжке. Следующее упражнение чрезвычайно простое. Смотрите. Малая теорема Ферма утверждает, что а в шестнадцатой степени минус один делится на семнадцать. Но что это такое? Это а в восьмой минус один умножить на а в восьмой плюс один. Между прочим, все. Потому что если произведение делится на семнадцать, то один из множителей получается, что либо это число, либо это обязательно делится на семнадцать. И, впрочем, совсем скоро будем обсуждать квадратичные вычеты или не вычеты. И там это будет один из главных моментов во всей этой науке. Смотрите, в чем история. Представьте себе, что а дает такой же остаток, как какой-то квадратик. Тогда а в восьмой минус один, это будет b в шестнадцатой минус один. И это будет делиться на семнадцать. Значит, для всех квадратичных вычетов, вот когда у вас число b, любой, не делящееся на простое число b, то остаток пределения квадрата называется квадратичный вычет. Для всех квадратичных вычетов замечательное действие обстоятельства. а в степени b минус один пополам дает остаток один для пределения на стоечное квадрата. А, на самом деле, для остальной половины будет наоборот. Про это пока можно даже не думать, но это будет. Не только для числа 17, это у нас в общем виде встретиться будет очень важный момент. Тогда будем заниматься творческими вычетами и необычными. Хорошо, теперь, волнуйся. Нужно первым делом разложить вот это вот страшное число, эти пятьдесят шесть, семь, пятьдесят шесть миллионов и так далее, на простые мужчины. Смотрите, как это делается. По первых, конечно, там есть десятка. Вот это вот, да? Это будет два умножить на пять. Хорошо. Дальше. Делится, честное слово, на одиннадцать. Давайте я сюда пишу одиннадцать и пытаюсь поделить. Одно пятьдесят шесть делиться, это будет пять. Семнадцать даст нам единицу. Шестьдесят восемь даст шестерку. Двадцать шесть даст двойку. Сорок семь даст четверку. И тридцать трейд даст двойку. Отлично. Теперь давайте разделим это число на 3. Здесь будет 17 разделений. Такие признаки делимости, которые я наизусть помню, на этом кончились. Но, а давайте мы теперь посмотрим сюда. Здесь будет m умножить на разность 60-х степеней. И давайте подумаем, как мог бы придумывать эту задачу, если задача на тему малой теоремы Ферма. А очень просто. Нас сейчас интересуют простые числа, которые обладают этим свойством. Что если у нас есть а в п-1, и если мы возведем еще в какую-то там степень, то это все равно единица. А в карте это единица. И значит, вот надо, чтобы это было число 6. Тогда все получится. Какие простые числа П обладают тем свойством, что 60 делится на п-1? Семерку. Я уверенно пишу сюда 7. Не могли пропустить семерку. И делю 172,081 на 7. 32 делить на 7 это будет 4, 40 делить на 7 это будет 5, 58 делить на 7 это будет 8, и здесь 3. Отлично, разделилось. Еще число 13. 13 минус 1 это будет 12, а 60 делится. Отлично, делю на 13. Получаю 1, здесь плохо. 115 на 13. Поскольку же надо взянуть по 8. И при этом 8 на 13, 104, то есть осталось 11, да? Теперь надо 118 делить. Это будет опять по 8. И опять 104, делим 14. А нет, уже не по 9, по 9. 9 на 13 это 117. И 1. Так, отлично. Отлично разделил на 12. Что же еще-то бывает? Бывает еще 31. Честное слово, бывает еще 31. Это будет... Это будет 61. А, и собственно 61. Тоже простое число. Все. Все. Мы разгадали, что это за число. И как только оно записано не вот в этом страшном видеонистичной системе, а разложено простым множителем, то дальше уже ничего не надо решать. Просто по малой теории форма. Для каждого из этих простых чисел, ну, кроме двойки, не только особой истории, так все еще и. Для каждого из них либо одной системой n делится, либо здесь получается 1-1. Академия. Кстати,